Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. На курорте тоже есть места славы. В Сочи начался цикл бесплатных экскурсий по бывшим военным госпиталям. По просьбам жителей Сочи изменила схема движения городских автобусов. В День защитников Отечества защищать пришлось честь родного города. В Сочи прошло первенство по тайскому боксу. В Сочи пройдет блинный забег. На финише участников встретят с угощениями и народными забавами. Вениамин Кондратьев встретился с новым руководителем управления дорог Черноморья Андреем Жуковым. Они обсудили текущее состояние и развитие дорожной сети в регионе. Губернатор Краснодарского края обратил внимание Андрея Жукова на курортную зону, в том числе строительство обхода Анапы и на расширение Новороссийской трассы с объездами населенных пунктов. По мнению главы Кубани, важно своевременно подготовиться к туристическому сезону. Дороги не должны вызывать нарекания ни местных жителей, ни гостей. Количество автомобилей, автотуристов, которые въезжают в летний период, кратно, больше чем в 10 раз превышает тот норматив, который должен быть на дорогах нашего края. И, безусловно, дороги требуют ремонта, они требуют качественного состояния. Их все-таки в летний период, чтобы мы изначально договаривались, ни реверсов, ни каких-либо иных препятствий для того, чтобы беспрепятственно, как я уже сказал, автотуристы, автолюбители двигались по нашим дорогам. Мы начинаем уже плодотворно взаимодействовать с отраслевым вашим министерством. И все, что будет зависеть от нас, мы точно, если где-то даже не в плановом режиме, хотя человек системный и должны переводить в плановый режим, но в ручном режиме точно с учетом курортности и остальных задач, будем вместе принимать эти решения. Дороги нашего края – это визитная карточка региона, визитная карточка. И не только качество дорог, но и то, что на обочинах. А если шикарная дорога, иначе как не скажешь, либо первоклассная сама магистраль, а вокруг сарайчики, либо сервис, где страшно заехать, ну, тогда все впечатление от края, оно тут же сводится к нулю, поэтому все должно быть прекрасно, все, поверьте. И магистраль, и качество покрытия, и сервис придорожный, и в целом, что мы смотрим, когда отводим взгляд от трассы. Обход АНАПы планируют построить уже в следующем году. Особое внимание губернатор уделил платным участкам трассы. Вениамин Кондратьев считает, что для легкового, нетранзитного транспорта проезд должен быть на льготных условиях. Сегодня федеральный центр принимает решение о платности определенных участков, где-то и полностью проезда по федеральным магистралям. Здесь нужно сбалансировать, в том числе, здесь подход, потому что для жителей населенных пунктов, через которые проходят федеральные дороги, это не просто дорога, чтобы доехать из одной точки в другую, это дорога жизни. Дорога, которая исторически была единственной дорогой, да, ее сегодня реконструировали, ее повысили классно, все это понятно, но все равно она остается единственной дорогой для жителей многих населенных пунктов, рядом с которыми она проходит. Добраться и в краевой центр, и даже до места работы, еще раз подчеркиваю, это у них ежедневный маршрут. Это не путешествие, как для многих, еще раз подчеркиваю, миллионов туристов, которые к нам проезжают или проезжают один раз и в одну сторону, а второй раз возвращаются. Это утро-вечер, вечер-утро и каждый день. Я думаю, надеюсь здесь на ваше понимание и поддержку. Мы обязательно совместно все это рассмотрим, применим. На встрече обсудили и строительство дублеров трассы Джубга-Сочи. Для этих целей планируется резервирование краевой земли. На сегодняшний день в федеральном подчинении находится больше полутора тысяч километров дорог в Краснодарском крае. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ. Нового главу Краснодарского отделения Сбербанка представили губернатору. Этот пост заняла Татьяна Сергеенко. Вениамин Кондратьев встретился с председателем юго-западного отделения Сбербанка Евгением Титовым. В ходе разговора обсудили вопрос льготной ипотеки под 6%. За последние два года такой мерой поддержки воспользовались более 1600 семей с двумя и более детьми. Однако такой кредит под низкий процент пока можно взять, приобретая квартиры в новых домах. Губернатор предложил пересмотреть условия и распространить возможность льготной ипотеки на вторичный рынок жилья. Немаловажный для нас вопрос. Это сегодня ипотека под 6% для семей, где два и более ребенка. И я хочу сказать, что у нас очень активно она в крае заработала. Но есть тоже один нюанс, который для нас очень важный. Вы сами знаете, что ипотека работает только на новое жилье на первичном рынке. А сельское место, она же разная, сельские районы. То есть там они не могут привезти, потому что нет того количества жилья, которое строится, и где они могут взять ипотеку и купить себе жилье. Вы сами понимаете, Кубань – это аграрный край, это жительница страны. И, конечно, 4 миллиона жителей у нас проживают в сельской местности. Поэтому возможно ли распространить на вторичный рынок, на вторичный рынок приобретения жилья, вот эту ипотеку под 6%? На долю Сбербанка приходится 40% выданных средств по льготной ипотеке. Как отметил глава края, если кредит станет доступен для покупки вторичной недвижимости, в первую очередь им воспользуются жители сельской местности. Кроме того, по мнению губернатора, на селе есть нехватка отделений банков. В свое время из-за оптимизации организация закрыла часть офисов. Вот очень важно, если бы Сбербанк вернулся на самом деле к селянам, потому что это банк, который не нуждается ни в рекомендациях. Он настолько исторический, благодаря сегодняшней политике банка, репутация у него просто непоколебимая. Поэтому нам очень важно, чтобы этот банк, который пользуется доверием населения, простого человека, вернулся к людям, вернулся к селянам, потому что для них это гарантия того, что с их деньгами ничего не произойдет. Потому что это Сбербанк России. Мы сейчас активно ремонтируем филиалы в сельской местности, очень активно. Мы их расширяем. То есть для нас это очень сейчас важно. Все, что касается именно обслуживания граждан, комфорта, удобства, вот это для нас тоже очень важное направление. Спасибо, что участвуют в наших таких системообразующих проектах, таких безналичных Кубан, финансовая грамотность, финансовая доступность. То есть те вещи, которые мы сейчас в крае развиваем активно, и банк здесь активно участвует в этих проектах. Среди тем для обсуждения было инвестирование малого и среднего бизнеса. По словам главы региона, банк может значительно помочь с поддержкой предпринимателей. Больше 50 тысяч кубанцев с ограниченными возможностями здоровья обеспечат работой до конца года. Об этом говорили на совещании в краевой администрации. Его провела вице-губернатор Анна Менькова. Она поручила в кратчайшие сроки создать эффективные дорожные карты, а также еще раз предметно переговорить с работодателями, которые отвечают за оснащение трудовых мест. Особенно это касается Абширонского и Отрадненского районов. Там показатели довольно низкие. Среди главных тем селектора также строительство офисов врача общей практики. В прошлом году на Кубани в эксплуатацию ввели 10 ВОПов. Куратор соцблока подчеркнула, медицина первичного звена должна быть доступной и качественной, как и высокотехнологичная помощь. Огромные средства сегодня по нацпроекту направлены на улучшение высокотехнологичной помощи. И действительно, мы купили очень большое количество оборудования в прошлом году, которое уже в этом году должно дать эффект. Почему? Я всегда буду говорить об этом как о ключевой задаче в системе, потому что мы с вами сколько угодно можем наполнять наши больницы высокотехнологичным оборудованием. Но если у нас первичное звено не работает, если не созданы элементарные условия шаговой доступности для населения, для оказания медицинской помощи, качественной медицинской помощи, то говорить о том, что тушить пожар на уровне краевых больниц, ну вы сами понимаете, уже поздно. Так вот, ВОПы – это первичное звено и ФАПы. Поэтому это ключевая задача. Сегодня для всех из вас являются коллеги-заместители глав по соцвопросам и заместители глав по строительству. В этом году на Кубани должны появиться больше 20 ВОПов и ФАПов. На совещании также затронули тему ремонта домов культуры и оснащения школ музыкальными инструментами. В этой части регион отлично справляется с задачами профильного нацпроекта. За мир и свободу глава Кубани, председатель законодательного собрания края и мэр Краснодара возложили цветы к кобелиску советским воинам на Всесвятском кладбище. Под звуки метронома почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания. В церемонии также приняли участие ветераны, военнослужащие, представители общественных организаций. После минуты молчания прозвучали гимны России и Кубани в исполнении Духового оркестра. Прогремели оружейные залпы и по площади торжественным маршем прошли военнослужащие Краснодарского гарнизона и казаки. Воинов, павших, защищая родную землю, 23 февраля вспоминали по всей Кубани. Память павших защитников Отечества почтили и в Сочи. Несмотря на проливной дождь, почтить память павших в боях за родину минутой молчания и возложить цветы к вечному огню пришли несколько тысяч человек. 23 февраля на воинском мемориале в Завокзальном районе прошла памятная акция, посвященная Дню защитника Отечества. В ней приняли участие глава города Алексей Копайгородский, председатель городского собрания Виктор Филонов, депутаты Госдумы, а также ветераны Великой Отечественной войны, бойцы сочинского гарнизона и юнормейцы. Памятные мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества, прошли во всех районах курорта. Юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны вручил глава Сочи Алексей Копайгородский. Церемония награждения состоялась в Доме культуры Адлер накануне 23 февраля. Там собрались более 500 человек – школьники, росгвардейцы, казаки, солдаты и офицеры сочинских гарнизонов, общественники и местные жители. Памятные знаки в честь 75-летия Победы получили 13 фронтовиков и тружеников тыла. Этот день посвящен тем, кто честно и преданно служит своей Родине, отдает ей все силы, энергию, знания и самое главное – живет интересами нашей Родины. Мы обязаны помнить всех, кто пал на полях, отстаивая свободу и независимость нашей страны. Вечная им память и низкий поклон. Для ветеранов и тружеников тыла был организован праздничный концерт. В фойе Дома культуры развернули полевую кухню и выставку детских картин на патриотическую тематику. Там же показали образцы вооружения и амуниции времен Великой Отечественной войны. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 26 февраля в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5, днем 9-11 градусов выше нуля. Температура морской воды 9 градусов. В Красной Поляне ясно. Температура воздуха ночью минус 2, минус 4, днем 8-10 градусов выше нуля. Сочи город-госпиталь, город-мира. Экскурсионная акция под таким названием началась на курорте. Старт был дан у памятника «Подвиг во имя жизни». Все подробности в нашем следующем сюжете. У памятника собрались десятки сочинцев, среди которых были и те, кто в годы войны были детьми, но хорошо помнят, какой была жизнь города и как он помогал фронту. К собравшимся обратился глава Сочи Алексей Копайгородский. Вместе с сочинскими хирургами, проводившими уникальные операции на жизнь тяжелораненых солдат, матросов и офицеров, боролись и простые сочинцы. Днями и ночами они ухаживали за нашими героями. За свой бессмертный подвиг город-госпиталь был награжден орденом Отечественной войны первой степени. 111 госпиталей работали в Сочи. Первый эшелон с ранеными бойцами прибыл 5 августа 1941 года. За годы войны было поставлено на ноги около 400 тысяч солдат и офицеров. К памятнику медикам, спасавших раненых, вместе с мэром возложили цветы горожане. Это место теперь стартовая точка экскурсии, посвященных истории курортов в годы войны. Инициатором стал клуб «Эрудит» с участием Городского музея истории и отделения военно-исторического общества. Сейчас вырудите свыше ста сочинских экскурсоводов. Пройдем по Ривьерскому мосту, посмотрим на горные вершины и осознаем, что в августе 1942 года гитлеровцы вплотную подошли к нашему городу. И только подвиг солдат 20-й горно-стрелковой дивизии не пропустил фашистов на нашей улице. Вместе с главой Сочи депутатами на первую экскурсию отправилась и Валентина Карпенко. Ее мать в годы войны работала в госпитале, да и сама Валентина тогда еще дошкольница бывала там. И вот и ее воспоминания. Люди разные, а глаза почему-то выражали одно и то же. Огромную тоску по своему родному. И в то же время, глядя на меня, я понимала, что они видели своего, каждый своего ребенка. Такое настоящее, такое, которое вот живет в сердце по сей день. Экскурсии будут проходить бесплатно три раза в неделю во всех районах Сочи по санаториям и объектам, где располагались госпитали. Посвящена акция «Юбилею Победы», но может стать и постоянной. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. А мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». 22-25 февраля 1945 года продолжаются бои в Восточной Пруссии. Ожесточенные бои проходили в районе города Цинтян. Освобожден польский город Познань. Войска 1-го Белорусского фронта после месячной осады и упорных боев завершили разгром окруженной группировки противника и полностью овладели городом Познань, стратегически важным узлом обороны немцев на берлинском направлении. В освобожденный город возвращаются местные жители на подводах, на велосипедах и даже пешком. В свое время немцы их выгнали за Вислу. Также советские войска взяли город Бреслау. Сейчас это польский город Вроцлав. Нашими войсками уничтожено 22 танка и 12 бронетранспортеров. На Балтийском побережье советские войска заняли 15 населенных пунктов. Продолжаются ожесточенные бои за Кёнигсберг. Идут бои в воздухе за Одером. Немцы пытались группами по 20-30 самолетов напасть на наземные войска и тем самым помочь своей пехоте. Наши истребители рассеивают отряды вражеских бомбардировщиков еще до их подхода к полю боя. Пленные немецкие командиры признаются. Война для Германии уже безнадежно проиграна. Солдаты бегут с поля боя. По дорогам бродят сотни дезертиров. Союзники в это время ведут бои в Италии и бомбят с воздуха Берлин. В Риме в честь годовщины Красной Армии прошел военный парад на площади Венеции. Совнарком создает дополнительные структуры для улучшения семеноводства зерновых культур. Почти вдвое увеличились площади сортовых посевов в колхозах. В районах планируется создать еще 921 семеноводческое хозяйство. Открываются и шестимесячные курсы по подготовке техников семеноводов. А колхозники Украины на слете передовиков сельского хозяйства обязуются ударным трудом помогать разгрому фашистов. И даже отсылают коллективное письмо солдатам на фронт. Не отстают и рабочие на заводах. На заводе имени Молотова молодежная бригада Лихачева дала две нормы. Столевары и токари выполняют план почти на 200%. Пусть уральская сталь проложит путь в Берлин, говорят они. 22 февраля родился маршал и герой Советского Союза Леонид Говоров защищать родину. Ему довелось в ходе трех войн. Во время Великой Отечественной войны Говоров командовал артиллерией. В 1942-м стал командиром войск Ленинградского фронта. Он первым применил систему сплошных траншей, перестроил систему применения минометов, принял участие в разработке плана по прорыву блокады Ленинграда. В послевоенное время занимал руководящие посты в вооруженных силах СССР. А 23 февраля 1943-го свой подвиг совершил Александр Матросов. Героем Советского Союза он стал посмертно. Своим телом он закрыл амбразуру вражеского дота, чтобы однополчане смогли проложить атаку. Это произошло в районе деревни Чернушки Калининской области. Сегодня это территория Псковской области. Имя Матросова было присвоено 254-му гвардейскому стрелковому полку, а сам он навечно зачислен в списке этой части. Сегодня в Краснодаре вспоминали выдающегося ученого. Ивану Трубилину сегодня исполнилось бы 89 лет. Память известного педагога, деятеля науки, почти ли в Кубанском аграрном университете. Иван Тимофеевич возглавлял вуз почти 40 лет. Губернатор края и нынешний ректор учебного заведения возложили цветы к бюсту Ивана Трубилина. Заслуги ученого высоко ценятся в научном обществе. Он был наставником для тысяч специалистов – агрономов, инженеров, селекционеров. Сразу после возложения на базе университета началось совещание по подготовке к посевной компании. Со всего края на него приехали главы районов, аграрии, руководители сельхозпредприятий. Главные вопросы на повестке – увеличение экспорта, поддержка агропромышленного комплекса, обновление техники и страхование будущего урожая. 23 февраля исполнилось 100 лет со дня рождения у Стима Штеймана. Его называют отцом краснодарского чая. Напомню, накануне этой даты в Дагомысе открыли набережную, названную его именем. А в Музее истории города прошел вечер памяти Штеймана, где школьники познакомились с биографией известного чаевода. О легендарной личности, почетном гражданине Сочи, участнике Великой Отечественной войны, у Стима Штеймана в Музее истории школьники узнали больше, чем из самого подробного учебника. О жизни и характере своего отца рассказала Марина Лешко. Он знал каждого рабочего, он знал по имени рабочего, строил дома, квартиры, памятники павшим в войну. 23 февраля исполнилось 100 лет со дня рождения Устима Штеймана. В Дагомысе в честь знаменитого чаевода назвали Приморскую набережную. У каждого города, ну должны быть, если это город достойный славы и упоминания, должны быть свои герои. Устим Георгиевич Штейман был героем социалистического труда. Но дело не в том, что он носил эту звезду и орден Ленина, а дело в том, что при нем чаеводство было визитной карточкой нашего города. Он был не только столицей курортов, но он был столицей отечественного чаеводства. Сотрудники музея уверены, что сущенцы должны знать историю своего города и людей, которые внесли особый вклад в его развитие. Тема эта для них, уже взрослых людей, у которых начинается новая жизнь, становление как личностей, очень важна, потому что они должны знать людей, которые делают историю как таковую и конкретно вообще весь трудовой и боевой путь Устима Генриха Штеймана. И именно для того, чтобы дети больше узнали о страницах истории нашего города, мы проводим такие мероприятия. В этом году школьники особенно глубоко погружаются в историю города. В мае страна отметит 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Тематический вечер в музее прошел в рамках Всероссийского проекта «Культурный норматив школьников». Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, телекомпания «ФКТ». В Сочи изменилась схема движения городских автобусов. С 25 февраля изменилась схема движения маршрута номер 9 КСМ «Макаренко». Он был создан в ноябре, чтобы соединить микрорайон КСМ с социально значимыми объектами на Макаренко. По просьбам жителей курорта, теперь маршрут будет следовать до остановки ЗСМ на улице Краснодонской. Также изменения коснутся транспортного обслуживания сел Васильевка, Варваровка, Разбитый котел и Сергей Поле. С 22 февраля скорректированы графики движения маршрутов номер 119, 144, 152 и 169. Расписание маршрутов пересмотрено совместно с представителями ТОС, учитывая интересы жителей. Напомню, что движения городских и пригородных маршрутов можно отследить в реальном времени на сайте Департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи и в бесплатном мобильном приложении «Транспорт.Сочи». Юные сочинские самбисты получили новый опыт. Для них в спортивной школе номер 16 прошел мастер-класс от легенд спорта советских чемпионов мира и Европы. Опытные борцы научили, как правильно выполнять захват и добиваться побед. Вот он для него. Загрузил мы, Игорь, он меня, я его. Многократный чемпион мира и Европы по самбо Владимир Япринцев проводит мастер-класс для сочинских детей. В зале спортшколы номер 16 у него более 50 слушателей. Есть и участники проекта «Адаптивное самбо». Как утверждают мастера, такие ученики заряжают жизненной энергией. Эмоции тут не передать. Нам, конечно, очень радостно общаться с такими детьми. Нам это очень приятно, потому что они себя чувствуют рядом, они себя чувствуют такими же детьми, как и все. И мы, соответственно, все, что можем, все свое мастерство показываем и с удовольствием все это демонстрируем. Подобные мероприятия проходят в Сучи регулярно. Дети приходят с огромным желанием научиться у чемпионов чему-то новому. Мы считаем, что это огромная мотивация для них, потому что приезжает человек, который стал чемпионом мира, который выступал на самых больших международных аренах, защищал цвета России и стоял на подиуме, слушал гимн. Поэтому я думаю, что это идет только на пользу. Мастер-класс от легенд спорта состоялся в рамках чемпионата по профессиональному боевому самбо, который прошел в Олимпийском парке. Первенство Сучи по тайскому боксу, посвященное Дню защитника Отечества, прошло в минувшие выходные. В соревнованиях приняли участие около 120 спортсменов. Хорошую технику и отличную подготовку показали воспитанники третьей и десятой спортшкол города. Здесь мы видим уровень и показатели развития в общем тайского бокса в городе Сочи. Наш сплоченный коллектив совместно с федерацией, совместно с департаментом спорта проводит большую работу для развития тайского бокса в городе Сочи. Есть сегодня у нас и чемпионы мира своей, есть чемпионы Европы, победители первенства России. Сегодня этот вид спорта является одним из самых массовых в городе Сочи. Кстати, спортсмены 10-й спортшколы Олимпийского резерва показали недавно хорошие результаты в Дагестане на турнире Южного и Северокавказского федеральных округов. Сборная Краснодарского края, в составе которой выступали сочинцы, заняла второе общекомандное место, пропустив вперед лидеров и хозяев турнира команду Республики Дагестан. Спортсменами Дюсуша-10 было занято более 10 первых мест и более 5 вторых мест. Во время подготовки к чемпионату Северокавказского и Южного федерального округа по тайскому боксу была проведена огромная работа Краснодарской краевой федерации тайского бокса в лице Панфутова Егора Олеговича, что дало очень благоприятный и плодотворный результат на данных соревнованиях. Городское же первенство, посвященное Дню защитника Отечества, выявило лучших спортсменов, которые отправятся на первенство Краснодарского края. Оно станет отборочным на всероссийский турнир. В Олимпийском парке пройдет блинный забег. Это второй этап бегового кубка «Сириус». Он стартует 1 марта в 10.30. Участникам предлагается пробежать дистанции на выбор. 1 километр для детей, 3 или 5 километров для взрослых. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте runsirius.ru и предоставить медицинскую справку с допуском к соревнованиям по бегу. Все участники получат тематическую медаль. В программе также эстафеты, перетягивание каната, масс-рестлинг, рывок гири, кулачные бои и другие народные забавы. Всех бегунов и участников на финише ждет блинное угощение. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях Radist на 56-й кнопке и телепакетах Beeline на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Facebook, Instagram, Одноклассниках, Telegram и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в YouTube «Говорит Сочи». В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.